Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очевидный выпуск новостей сегодня в эфире. В Багеше нашли керамику кур аракской культуры. Заменены водопроводные трубы в картикаме Джавахке. Воды Арацани отступили, начались сельскохозяйственные работы. В окрестностях монастыря Ухтиехцы в Арцахе проведены работы по уборке. Лавров Россия и Турция завершат работу по разъединению оппозиций и террористов в Идлибе. Сегодня Международный день грамотности. Во время раскопок, проведенных в крепости Ич района Ахлад, провинции Багеш, Западной Армении, были обнаружены керамические изделия кур аракской культуры возрастом 5200 лет. Керамика, принадлежавшая к вышеупомянутой культуре, обнаруженная при раскопках, датируется почти в 3000 лет до н.э. А многие другие керамические изделия дошли до нас от Железного века до Средневековья. Научный координатор раскопок древнего города Ахлад, доктор Махмед Кулаза, рассказал, что есть находки керамики, характерные для урарского периода. Он выразил надежду, что в нижних слоях останутся остатки урарской архитектуры. В селе Картикама Халкилакского муниципалитета завершилась реабилитация водопровода. Азбестовые трубы водопроводной линии села были заменены на пластмассовые, сообщает Genius.g. В целом, было отремонтировано на 2 км 200 метров линии, которые обеспечивают питьевой водой часть села. Часть села Картикам, которая расположена в верхней части села, всегда имела проблему нехватки питьевой воды, особенно в зимнее время. Старая водопроводная линия служила очень много лет. Из-за того, что трубы азбестовые на линии образовались трещины, происходила потеря воды и, соответственно, падало давление. В итоге вода часто доходила до верхней части села. Работы при реабилитации водопроводов в Картикаме завершились несколько дней назад, и на данный момент селе нет проблемой питьевой воды. В провинции Харбер, Цепанной Армении, воды реки Рацаня отступили на площадь около 2 км, в результате чего у фермеров появилась возможность заниматься сельским хозяйством. На свободных землях в основном сеют кукурузу и сажают другие сельскохозяйственные культуры, рассказывает житель села Ахмед Демир. Этой деревней обычно живет рыбной ловлей. Из-за разлива реки сельчане начали разводить скот. Погода довольно жаркая. Из-за отсутствия дождя в течение трех месяцев вода высохла на площади около 2 км. Вода обычно доходила до глубины села, а сегодня земля высохла и потрескалась из-за засухи. Управление по охране исторической среды Министерства культуры Республики Арцах организовало очистку территории средневекового монастыря Ухты-Яхцы XII-XIII веков. Мы привлекли жителей Потары, волонтеров, нашу региональную службу Аскерана и Гатрута, а также сотрудников Аскеранской организации Хачиншин. Очистили территории вокруг монастыря от поваленных деревьев, подняли и установили хачкары, лежащие под землей и над ней. К слову, в Потаринском подрайоне находятся свыше 150 зарегистрированных памятников монастырей, церкви, хачкары, старинные поселения и кладбища. Из 150 памятников старины 9 – древние монастыри и церкви, сообщил начальник управления по охране исторической среды Министерства культуры Арцах Армина и Рапетян. Москва считает, что есть основания полагать, что работа с Анкарой по размеживанию террористов от оппозиции в Иглибской зоне доэскалации будет доведена до конца. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам визитов до Маск, сообщает ТАСС. Наиболее важная сфера приложения усилий России и Турции – это Иглибская зона доэскалации, по которой есть предельно четкие конкретные договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размеживание нормальной и вменяемой оппозиции террористов, освобождение трассы М4, создание коридора безопасности вокруг этой трассы, отметил он. Все это хоть медленно, но верно выполняется. Есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца. Международный день грамотности – один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден в ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования – 8 сентября, день торжественного открытия этой конференции. Главная цель дня – активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нубар Морал Шишо. Субтитры создавал DimaTorzok Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!